В предвыборной программе президента говорилось о необходимости создания молодежного президентского кадрового резерва. Более 13 тысяч человек изъявили желание попасть в этот резерв. В результате нескольких туров 300 человек прошли отбор, в том числе и представители Западной Казахстанской области. На первой встрече с ними были озвучены социальные проекты, обсуждены планы на перспективу. По данным Министерства цифрового развития, Уральск на третьем месте по стране в плане цифровизации жизни. «Умный город» — это в первую очередь безопасный город, — говорит один из прошедших в резерв руководитель областного управления цифровизации. Сакин Нуртазаев знает три языка и изучает испанский. Молодой руководитель родился и вырос в городе, но для более глубокого познания профессии по ротации кадров два года жил и работал в районе. Для меня это было хорошей практикой, — говорит резервист. Сбор был нелегкий, он состоял из шести шагов, то есть каждой ступень. Нужно было пройти тест, нужно было презентовать проект, написать эссе, оценка компетенции. Но самое трудное, наверное, было это перед национальной комиссией собеседование, когда действительно была очень прозрачная комиссия, солидная комиссия, и задавали очень серьезные вопросы. И вот на эти вопросы нужно было подготовиться, знать, и могли задать любой вопрос. Это был трехмесячный такой для нас челлендж, который мы прошли с достоинством, думаю, и дальше будем вносить свой вклад. В целом более 13 тысяч человек изъявили желание попасть в президентский кадровый резерв. В результате нескольких туров отбор прошли 300 из них, в том числе 7 представителей Западно-Казахстанской области. На встрече ими были озвучены их социальные проекты и актуальные вопросы развития региона. К примеру, Тимур Ажгалиев поднял вопрос кадрового голода в районах. Он несколько лет работал в Букиординском, затем в Байтирекском районах области хирургом. Я рекомендую всем специалистам начинать работу в таких именно местах, почему? Чтобы они окунулись в ту реальность, которая на сегодняшний день еще существует. Это проблемы дорог, проблемы качественного интернета, проблемы газификации, водопровода. Потому что когда ты находишься в зоне комфорта, живешь в городе, ты это знаешь. И даже когда приезжают жители оттуда получать медицинские услуги, иногда бывают проблемы, отсутствует направление, еще что-то. Я, например, таким жителям всегда шел на встречу, потому что знаю, отправить его за направлением опять за 600 километров, тем более человек, который нуждается в медицинской помощи, для него может стоить жизнь на самом деле. Главный инженер иностранной фирмы Мержан Тажикенов планирует внести свой вклад в промышленное строительство региона. Главные встречи, они несут в себе положительный заряд в плане того, что в будущем, когда будут подобные отборы, подобные конкурсы проводиться, представители нашей области, молодые государственные служащие нашей области будут более активно участвовать в таких отборах. В кадровый резерв молодые перспективные специалисты отбираются сроком на 5 лет. Отсюда они могут быть назначены на руководящие должности, как в политические, так и в государственные административные структуры. В проекте предусмотрена возможность дополнительного обучения.